Давайте еще чуть-чуть пройдемся с вами по мастерской. Я говорил уже, и, наверное, зрители поняли, что мы показываем самую обыкновенную мастерскую. То есть построенную, это очень смешно, не по американскому приказу, да, по вот этому плану, о котором вы сказали. Давайте вот зайдем в серединку, а вот эта вот машина, это что? Вот это? Вот это просто чуть-чуть расскажите. Это мой work truck, то есть я на нем езжу за запчастями, перевожу вещи, моторы, доставляю клиентам запчасти. Так, а вот это просто? Это машина клиента, которая жалуется на то, что у него пахнет бензином в салоне, мы нашли неисправности, она будет сегодня починена уже. А вот, Катя, покажи, пожалуйста, вот эти машины, это типа кладбище или что это? Ну да, это кладбище, которые будут в ближайшее время разобраны машиной, выброшены на вутиль, да. А нужные запчасти взятые? С некоторых мы снимаем двигатель, с некоторых коробку и то и месте, какие-то кузовные детали. И чтобы оно вот так не награждомождалось, мы выбрасываем их, приезжает человек, который занимается покупкой металлолома, он забирает это все. Угу. Ну, собственно, все. Я, честно вам скажу, я узнал у вас самое главное. Вот, понимаете, я делаю вот цикл сюжетов про Америку, где пытаюсь, конечно, это не для американцев, это для бывшего Советского Союза, для России, для Украины. Я пытаюсь, чтобы люди, которые здесь живут, рассказали, в чем разница. А поскольку Украина, она старается измениться сейчас, что в ней надо поменять, чтобы, например, вам жилось там, как здесь. Что, чтобы я захотел вернуться? Да. Вот если назвать каких-то два или три пункта самых главных, какие? Я думаю, что это внутри в людях. Человек, который однажды заплатил взятку или взял взятку, он не сможет себя победить. То есть, если у него будет возможность обойти закон, чтобы получить какую-то выгоду, он это сделает. Я думаю, это я сам учитель по образованию, я думаю, нужно начинать с учителей, они должны воспитывать людей, чтобы они после школы не хотели стать судьей или депутатом, или пограничником, а хотели бы работать на благо, ну, хотя бы быть учителем, чтобы воспитывать новое поколение уже без этих изъянов. А вот еще интересно, вы сказали, что как бы, когда вы там платили, то вы говорили себе, кому же, собственно, я плачу, не во благо и на благо, а вот здесь, когда вы платите налоги, вот у вас ощущение, куда эти деньги идут? Может, они тоже идут в какое-то, в общем, не самое лучшее, на войну какую-то или что? Вы видели дороги? Да, я видел дороги. Вы видели полные поля, которые обслуживаются, и они выращиваются, овощи, фрукты. Да, я это видел, да. Вы видели, как живут простые американцы, как у них все красиво. Да, в городе Остине. Я был в обычных районах, где живут простые люди, и это вызвало у меня зависть, это спокойствие, в котором они живут. Да, это правда, я это видел. Есть очень большой еще плюс в американском обществе, это страх перед законом. Есть изъяны, конечно, всякие, вот видите, там стреляют от каких-то детей, там такое все. Но, в общем, каждый американец, он боится полицейского, не боится нарушить закон, он не боится полицейского, он боится нарушить закон, он боится осуждения друзей из-за этого. Видели, как они ездят? Какая культура вождения здесь. Каждый тебя пропустит, ты включаешь поворот, вся полоса встанет, тебя пропустит перестроить. Да, пропускают, пропускают. Этого дома не будет. Ну, мне, правда, сигналили, они, вполне понятно было, что я перепутал полосу, тем не менее, эти наглые америкашки, америкошки, они мне сигналили, чем было уязвлено чувство патриота. Ну да. Я их ненавижу. Хорошо, первое, значит, уважать закон. Второе, не платить и не брать взятки. И третье, последнее. Образование. Должна поменяться система образования. Учитель должен, не так, как говорил Медведев, должен идти зарабатывать деньги, потому что он хочет денег. То есть, во-первых, я считаю, что учителя должны получать зарплату, которая соизмерима зарплатами депутатов. Тогда он будет чувствовать себя на своем месте. Ему не нужно будет думать, где взять денег завтра, чтобы там. И тогда он будет воспитывать людей. Это же правильно. Начинается все с самого начала, правильно? Со школы. Я считаю, что все это должно начаться со школы. То есть, система образования должна быть другая. Я могу вам только сказать одно. Спасибо, что нашли время, в то время, как надо было потрошить очередную машину. Безусловно, зрители увидят флаг. Как вы это назвали? Республика какая? Украинская Техасская Республика. Украинская Техасская Республика. Шутку. Да, я понимаю. Я вам желаю успеха. И скажу несколько слов в заключении, но уже... Ох, какие птицы тут, а? Это цикады. А, это цикады? Да. Ребята, это не бомбардировка. Они маленькие цикады. Но вредные, но вредные. Звучало. Спасибо вам большое. Я вам желаю успеха, мои дорогие. Спасибо. Спасибо большое. Вот, друзья, я... Руслан отошел. Сказка ложь, а в ней намек добрый молодцам урок. Учитель, он вам все рассказал, все рассказал. То, что он говорил. Для этого необязательно жить в Америке. Просто мы можем это сделать у себя сами. Мне вчера мой приятель говорил, что у американцев другой генетический код. Но, черт побери, мы знаем массу стран, которые начинают с одного генетического кода, а заканчивают другим. Живут сначала ужасно, а после этого делают какое-то над собой усилие и начинают жить нормально. Вот мне нечего добавить к тому, что сказано. Я просто хочу сказать, что вот Руслан – это школа человеческого достоинства. Когда человек ищет для себя подходящее место, главный критерий которого – желание жить честно. И ради этого он даже меняет страну, при этом оставляя свою родину с собой. Вот, собственно, это все, что я вам хотел сказать и показал в этом, мне кажется, поучительном выпуске очередном программы, которая называется «Гонопольские Штаты Америки». Спасибо вам и до встречи.